Молодежный движ по-семейному состоялся в Кандалакше. На фестиваль приехали 17 делегаций из разных уголков России, чтобы ярко и продуктивно провести майские праздники. К проекту, который продлился несколько дней, присоединилась и наша съемочная группа. О впечатлениях участников от события, которые организуют уже в седьмой раз, подробнее в материале Анастасии Кочеровой. Кандалакше Ярко и красочно в Кандалакше открыли седьмой сезон межрегионального фестиваля «Молодежный движ по-семейному», где собираются юные дарования со всей России и раскрывают творческий потенциал и таланты. В 2017 году мы впервые предложили подобную площадку. Это такой формат, наверное, в самом простом виде это лагеря. Ребята делятся на отряды и в течение нескольких дней проживают очень интересную, насыщенную программу. Интерактивные игры, это игры на пропаганду здорового образа жизни, патриотические мероприятия, интеллектуальные события. Очень много разных форматов за несколько дней. Это надо, значит, вот так вот поделать. Все увидели, все запомнили. Правая нога, кетчуп, левая МС. Сосиска вот так. Первый день всегда самый трудный. Уже знакомые друг с другом представители делегации отправляются в совершенно разные отряды, которых в этом году 12. Например, Евгения Куропсева не первый раз приезжает на молодежный движ и уже успела со всеми познакомиться. Я быстро в коллектив влилась и пообщалась, и все, познакомилась отлично. Тут атмосфера такая, знаете, дружелюбная, атмосферная. Но тут очень хорошо, поэтому со всеми просто там общаться. На прошлом фестивале Женя познакомилась со многими ребятами. Девушка особенно рада видеть их и сейчас. Я думаю, что данные мероприятия созданы для того, чтобы люди с разных городов коммуницировали с друг с другом, общались и на протяжении долгого времени где-то встречались в разных городах. Ну и думаю, что это крутая возможность какие-то связи находить, общаться, знакомиться, коммуницировать. Каждый отряд имеет свою тематику, которую придумывают сами участники фестиваля в день знакомства. Например, одной из групп в этот раз досталось направление нашумевшего телесериала «Кухня», где ребята что-то готовили и снимали это на видео. Кто-то решил стать любимицами всех мемов – котиками. А некоторые и вовсе представляют выдуманных персонажей из мультфильма «Миньонов». Один из представителей «Миньонов» – Дэниэль Агрохин. Парню 14 лет, но ему уже доверили ответственную работу вожатого. Парень устраивает для участников фестиваля различные квесты и игры на сплочение команды. В волонтёрской деятельности я участвую порядка 4-5 лет. И нам предложили с делегацией съездить на движ в прошлом году. Мне очень понравилось. Я съездил ещё на слёту лёд. И по итогу решил, что буду подаваться на вожатых. Также решила и Софья Торлопова. Девушка родом из Кандалакшина уже давно переехала учиться на инженера-проектировщика уникальных зданий и сооружений в Москву. Всё очень взаимосвязано. Навыки коммуникации именно в волонтёрской сфере деятельности очень сильно помогают и в строительной. Несмотря на всю техническую составляющую, чертежи, госты и другие технические моменты, это очень помогает. Если захочется пройти дальше по колено лестнице в руководство, да и просто, например, риэлтором стать. Поэтому тут всё очень сильно взаимосвязано и удобно. Молодёжный движ не только развивает жизнь школьников и скрашивает праздничные выходные, но и развивает у подростков различные навыки, которые не только раскроют личные таланты, но и помогут в дальнейшем жизненном пути участников. Молодёжный движ – это фестиваль для молодёжи, ребят разных возрастов. У меня вот сейчас девочка самая младшая – это 11 лет. И вплоть, ну, уже для довольно взрослых ребят, например, я 20-летний. Движ помогает ребятам раскрыться, научиться работать в команде, слушать и слышать. Также очень здорово помогает провести время. Например, не знает человек, чем заняться на каникулах, то тебе на молодёжный движ. В этом году на фестиваль приехали 17 делегаций из разных городов России. Некоторые ребята вырвались на движ даже после того, как уже была закрыта регистрация. Мы в этом году открыли в начале апреля регистрацию официальных делегаций, и через два с половиной дня мы были вынуждены её закрыть, хотя были готовы принимать эти заявки в течение 10 дней, потому что все возможные места размещения, которые мы подготовили, это больше 150 мест Кандалакша, они уже были заняты. Есть делегации, которые сказали, мы всё равно поедем, самостоятельно организовали себе на эти дни проживания в Кандалакша. Ну, то есть это такой тоже определённый рекорд. Фестиваль длится 4 дня, и каждая минута движа расписана. В первый день ребята знакомятся и представляют свои команды и делегации на открытии. Второй посвящён интеллектуальным играм и развитию мыслительных процессов. Третий же нацелен на патриотическое воспитание участников. Так ребята поговорили о Дне Победы. В этом году мы отмечаем 79-ю её годовщину. Но одна тема прослеживается на протяжении всего фестиваля – семья. Те делегации, которые с нами там с первого, со второго фестиваля, они всегда говорят, что наше событие отличает какая-то определённая атмосфера, уютность, и сюда они возвращаются как домой. Уникального на этом фестивале будет мастер-классы, которые проведут родители наших добровольцев, да, расскажут, поделятся своим опытом. И это такая тоже новая, интересная составляющая мероприятия. Каждый день молодёжь ждали различные активности, но утро всегда начиналось с зарядки. Днём у ребят были станционные игры, а вечером – общие семейные вечера. А под занавес фестиваля все отряды устроили киновечер, где показывали фильмы о жизни каждого на молодёжном движе. Участники таких событий посвящают друг другу видеоролики, стихи, а кто-то исполняет и песни. Мы записали специально песню про подобные слёты, сборы, фестивали, движи. И представим вот так вот нашу делегацию. О дружбе между городами, о тёплых взаимоотношениях, которые сохраняются на протяжении нескольких лет, пока ты даже не видишься с человеком. Фестиваль «Молодёжный движ по-семейному» не только собирает единомышленников в одном месте, но и сплачивает ребят для одной цели. А кто-то подхватывает идеи для мероприятий в своих регионах. Например, в Санкт-Петербурге есть лидерский клуб, участники которого раскрашивают серые будни местных жителей яркими красками. Молодёжная организация добровольческих ребят, которые хотят просто помогать людям. Мы ездим по приютам, делаем разные мероприятия различных сфер добровольчества, патриотика, зоодобровольчества. Межрегиональный фестиваль «Седьмой молодёжный движ» направлен на выявление различных талантов у молодёжи, а впоследствии создание волонтёрских организаций, которые сделают мир добрее. Движ вперёд! Ждём вас каждый год!